Добрый вечер, дорогие зрители! Добрый вам вечер! Телекомпания «Ербис» 20 лет в эфире, и мы продолжаем знакомить с немного другой стороны, с теми людьми, которые сопровождают нас на протяжении многих-многих лет, делятся с вами, делятся с нами, интересной и полезной информацией. Ну и сегодня гостья, которая пришла к нам в студию, она точно делится с вами ценной информацией, коммунальными вопросами, как решить ту или другую проблему. Председатель ассоциации «Шанерак» Нурсаулия Байбулатова, вам добрый вечер, аплодисменты от наших зрителей. Здравствуйте! Добрый вечер! Соррак вас приветствует! Так еще и депутат же? Да, с некоторых пор, да. 19 марта буквально прошли выборы. Скажите, первая попытка была депутат Городского Маслехата? Да, Городского Маслехата, 13-й округ. Ну, я участвовала в праймерисе, ну, как бы там не было такой цели, чтобы прям... Просто я попробовала себя. А здесь вот реально прям шла к цели стать депутатом. Стать депутатом. А что ж у вас где там перещелкнуло? Ну-ка, проснулась Нурсула и говорит, что-то мне скучно с моими КСК, да, со всеми этими жителями, Пойду-ка я в народные избранники. Что вас так вот прям переклинило, простите меня? Вы знаете, я с конкретными целями туда пошла. Новое законодательство, коммунальные вопросы, вы знаете, что это очень такой острый вопрос. Созвала нашу ассоциацию, спросила, как вы думаете, может быть, пойти в депутаты. И все единогласно согласились, единогласно прям даже обрадовались, как говорится. И вот во время агитационной работы они мне очень сильно помогли. Мои вот девочки. Вообще известны себя, ваши девочки, мальчики, они вам помогли, безусловно, это же ваши коллеги, да, я понимаю, правильно? Да, да, да. А люди-то вас знают? Вы вот КСК-шница, простите меня за слово, какая? Какая? Доступна я в хорошем смысле слова? Знают вас? Или сижу я там в офисе, пришел житель, у меня проблема, идите там в Сантех. Ну, вы знаете, я всегда на связи со своими жильцами, всегда на связи. В свое время, вот, ну, в последнее время как-то меньше стало уже собраний провести. За все время своего председательства, как говорится, да, в КСК, я где-то около 80 собраний точно провела. Да, если не больше, на домах. Ну, это же необходимость на самом деле. Это необходимость, но это же диалог с людьми. Обратная связь? Да, конечно. А вообще, вот скажите, какой у вас характер, объясните мне, пожалуйста. Ну, наверное, мягкий больше. Мягкий? Мягкий? А как вот совместить тогда мягкий характер и работу в КСК? Я, ну, бывает, что и жестко, если надо, необходимо, могу и жестко. А вот депутат какой вы будете, или уже есть, уже жесткость проявили где-то, пока только вас представили, да, по-моему? Пока только я вникаю в работу, потому что, ну, я так смотрю, здесь очень много работы, очень много работы, причем это же, ну, как, она неоплачиваемая, причем работа, да. Вот, очень много работы, но дело в том, что основные вопросы, которые люди задают, они касаются именно коммунальной сферы. То есть то, что я реально знаю. Вот у нас вчера, допустим, была первая постоянная комиссия по ЖКХ. Я там сидела, знаю все, да? Просто как стенечки буквально. Это ваша стезя, да? То есть вы там... А вы не представьте мою этой постоянной комиссии? Нет, нет, нет. Там Хабувеков Аскар Петрович, тоже так, довольно-таки сильный парень. Ну, отсиживаться в депутатском конкурсе, в корпусе, точнее, в Нурсовле не будет? Нет, не буду. Не буду. Вот обещание вам, дорогие избиратели, уж проголосовали, вот и получаете, депутат готовый новость. Я вам больше скажу, 13-й округ, это тот округ, где я выросла. Ага. Я выросла в этом округе, я живу в этом округе. То есть и свое? Да, мои родители в 78-м году получили квартиру на Акутузе, 85-1. И 29-я школа у меня во дворе строилась. Я говорю, даже когда с агитационной работой ходила, зайду там, там одноклассники, там знакомые, там родственники. И как бы все... Ну, попробуй подведи, да, теперь. Да, да. А я еще и живу в этом доме, в этом округе, чуть-чуть подальше, правда, но я живу там. То есть это не проблемы, которые будут касаться этого округа, да, они мне не чужды. Понимаете? Понимаю. Я прекрасно понимаю. А вообще имя у вас замечательное? Нурсовле, лучи солнца? Да, лучи света. Лучи света. Кто так вас? Отец. Назвал отец. Есть история вашего имени? Да, вообще назвал дедушка. И назвал он ее, меня Нурсовле, просто общим именем. А отец поставил тире между Нур и Сауле, то есть разделил два имени. Получилось двойное имя. Вы вообще верите в судьбу какую-то, в что-то еще? Ну, красиво же имя звучит. Очень. А вот что оно вам дает, я не знаю, как вот энергетические ауры какой-то определенные? Да. Лучезарные вообще? Ну, да. А утром вот вы проснулись, настроение всегда нормальное? Да. Я, знаете, я люблю тем, чем занимаюсь. Я такой человек, который, ну, такая вредная, что ли, скорпион, скажем так. Если мне что-то не нравится, я не буду этим заниматься. Я не буду это делать. И поэтому вот утром тогда иногда вот так, ну, понимаешь, так. Потом на работу приходишь, все, включаешься, и все. И вот и до вечера, и постоянно в этой... Вот то, что там я делаю, я это люблю делать, да? Да. Например, противное же, вы говорите, если не нравится, я это делать не буду. Ну, к примеру, а вообще любите по дому там с тряпкой походить, со шваброй? Или я этого не люблю, этого делать не буду? Не, я это делаю, но как бы это... Я не любитель такого. Мне лучше так где-то двигаться. Лучше где-то двигаться. Да. А вы, кстати, походница заядлая, лыжи, да, у вас там, я смотрю? Ну, то есть время просто так не тратим. Если есть свободная минута, то активный образ жизни. Да. Я и грибы люблю собирать, и ягоды, и на лыжах люблю кататься. Баню, страшно люблю баню. Ну, класс. Раз в неделю я обязательно хожу в баню. А в судьбу верите? А? В судьбу верю. Что она дала вам самое основное? Кстати, скрываете свой возраст, нет? Я нет. Мне 48 лет. 48 лет. И вот за ваши 48 лет, аплодисменты от наших зрителей, отличный просто возраст. И что вам судьба такого подарила, что я сегодня в 48 лет скорпионша, сижу тут и думаю. Блин, счастливая я вам. Самое главное, что мне подарила, это дочка моя. Это мое сердце, это моя жизнь, как говорится, дочери моей. 28 лет. Она уже замужем, у меня уже внучок такой сладкий-сладкий. Вот. Мы вот, она когда маленькая была в детстве, мне более 20 лет как в разводе, поэтому пришлось мне самой ее воспитывать. Вот. И мы всегда вот с ней то на лыжи, то на гонки зимой, летом на лошадях. Я боюсь лошадей, но она наездница. Кипчачка. А вы за кипчачкой пешком на лыжах, да? Да. Мы ездили прямо вот специально в этот, на ипподром, и чтобы она каталась. Ну это у нее откуда-то, да, наверное, уж не мама. Для себя вообще растила, скажите мне, пожалуйста? Ну в смысле для себя. Ну имеется в виду, что вот какую-то похожесть, привычки мы же детям прививаем, или лишь бы ты была счастливая. Мы с детства с ней, вот у нас мы с ней как подруги. То есть у нее есть определенная своя территория. То есть мы даже, я никогда не залазила к ней в сумку, я никогда не залазила в ее телефон. Но у нас было стопроцентное доверие, ну и до сих пор у нас есть, у нас стопроцентное доверие между собой. Ну это же круто. Да, поэтому она всегда знает, что всем сокровенным она поделится со мной. Ну это же ваша заслуга, вы же воспитали. Да, мы так воспитали. Это все, кроме любовь в семье. И сейчас я даже дочери говорю, вот внук родился, человек рождается на свет, как чистый белый, белая бумага. Чистый лист бумаги. И то, что родители там напишут, то и будет. То есть какие привычки привьют ему, чему научат. Мы с детства, знаете, вот такое смешно, всегда ходила с ней по пешеходному переходу, всегда твердила. Только по пешеходному переходу. Ты ходишь, смотришь, вот зеленый свет. Всегда ходила. Сама, когда ее нету, могла и перебежать. Вот, и она всегда возмущается. Как так можно? Вот поэтому... Ну вы же в целях ее же собственной безопасности, я правильно понимаю. Ну подруга, говорит наша героиня, а это все-таки не просто героиня, депутат полударского городского маслехата, еще и председатель ассоциации Шанарак Нурсавле Байбулатова. Вот она гордится тем, что тот чистый лист бумаги в виде ребенка, в виде ее дочери, который Всевышний ей послал, она красиво и хорошо все там написала. Да, да, и воспитала подругу. Ну дочь там вашу мы уже записали и, простите, тот же самый вопрос задали. Кто для вас ваша мама? Она уже ответила на этот вопрос. Внимание на экран. У нас с мамой очень теплые и близкие отношения. Она для меня главный пример и образец в жизни. А мама это тот человек, которому я всегда доверяю и все рассказываю. У нас сложились такие отношения, что мы как лучшие подруги с ней. Это человек, который меня всегда поддерживает, всегда и во всем. Я очень горжусь ей и очень сильно люблю. Ну здорово на самом деле. Честно говорю, 100% абсолютное попадание не всегда такое бывает в нашей программе. Жену как назвали, кто выбирал имя? Назвали его Жангир. Вы не поверите, это имя пришло у тетушки нашей. Прямо вот пришло. В смысле, не зашло? Да. И назвали его Жангир. Как нашего хана казахского. Жангир-хана. Жангир. Ну здорово. Ну, вы там говорите мне в частном собеседовании, что для вас это и отдушина, и сердце. Бабушка вообще какая? Всплакнула, когда родился внук? Ну да. Сколько плакала? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть? Катеречка такая. Вообще эмоции себе позволяете скрыть? Конечно. Я очень эмоциональный человек. Очень. Хотя, ну, как бы нельзя позволять себе эмоции. Ну, 50 человек, даже 60, по-моему, да, более 50 человек в штате. Я больше чем уверен, что это большинство мужчины. Да. Слезы, сопли, простите меня, расхлябанность. Нет? Нет. Я всегда всем говорю, даже своим работникам, ну вот если даже какие-то проблемы возникают, как человек могу посочувствовать. Но как руководитель это должно оставаться там. Здесь работаю. Слушаются? А если дисциплину нарушают? Бывает. Очень часто причем. И приходится очень жестко разговаривать. А другие санкции в виде лишения заработной платы, процента какого-нибудь? Бывает. Доходит и до этого? Да. И не жалко, он стоит и говорит, у меня трое детей. Ладно, больше такого не будет, а вы говорите. Вплоть до увольнения. Иди домой. Вот таким вот образом. Ну, вот здесь прям проявляете действительно такой стальной характер. Давайте вернемся к вашему. 20 лет назад вы расстались, слава богу, со своим мужем, да? Слава богу. Слава богу. Слава богу. Да. И вот тогда вы прекрасно поняли, да, что вот нужно вырастить ребенка. Ведь пахало, по-другому не скажешь. Да. Было такое пахало. Вынужденность? Да. Я из простой семьи, у меня нет богатого папы, мамы. Поэтому приходилось надеяться только на себя. В вашей биографии чего только нет? И рекламой я занималась? Да. Да? Это как бизнес-проект? Да. Пошел, дал вам какую-то подпитку финансовую? Да. Забросили? Ну, не то, что забросили, как раз, помните, были финансовые кризисы, по-моему, 2008-го года, да, по-моему? Да, да. Кризис был такой серьезный. Такий, этот большой экономический кризис мировой, да? Он сказался, естественно, на всем. Вот, поэтому, ну, в этот момент я, меня пригласили руководить страховой компанией региональной, вот, дирекцией здесь. Поруководила я? Поруководила, да. Но я сама по себе такой человек, понимаете. Может, это плохо. Я не терплю, когда мною руководят. Чуть-чуть ограничения свободы уже не было. Может быть, поэтому 20 лет назад что-то случилось в вашей жизни? Ну, наверное. Поэтому я говорю, что вот там, а там страховая компания, вы сами прекрасно понимаете, это планы, ежемесячные планы, это постоянное, это давление сверху, там, с головного, никаких решений, кроме без головного не решается. Ну, вот. И сказала, и плюнула, и сказала, да идите-ка вы, да? И потом КСК. Нет, потом еще я занималась еще предпринимательской деятельностью. Бизнесмен же, в общем. Да, была такая. То есть, с одной стыдой, с другой, но не сдаюсь, да? Попробовала себя в чем только угодно, только, по-моему, в журналистике не попробовали, да? Почему? Журналистика тоже была. И даже она была. В рекламном агентстве у меня журналов выходила. Ну, круто. Ну, тут уже от наших коллег вам аплодисменты просто. Я же сама журналистом не была, но это как бы... Ну, поняла, как это делается, да? Сейчас скажете мне, ничего у вас там сложного нет на самом деле. Сидите тут, притворяетесь, да? Боже мой, в 8 вечера сеть в студию, да? Почему нет? Каждая работа, она требует очень многое. Журналистика – это очень серьезная, очень сложная работа. Да? Поверьте мне. Поверьте мне, дорогие зрители. В начале двухсетичных наделок. Вот сейчас вы сидите возле телевизионных экранов, мы здесь откровенничаем с нашей гостьей. Ну, я бы тоже с удовольствием в 15 минут 9 вечера тоже, наверное, посмотрел бы что-нибудь по телевизору, но нам нужно с вами работать. Ну, так мы с вами до КСК ползем когда-нибудь? В общем, страховое не то, свой бизнес, потом что у вас вдруг? Это же вообще, если честно, ужасно. Ну, вот это вот эти вот подвалы и все остальное. Как, простите, приперлись туда? Меня пригласили. Пригласили, сказали, приходи, сфера ЖКХ никогда не разорится, она всегда требуется, она всегда востребована, сфера ЖКХ. Они вам не говорили о том, что она еще малооплачиваемая? Нет, не говорили, но мне сказали, что... Вы потом уже поняли, да? На тот момент у меня, как бы, мой тут небольшой бизнес, у меня подкармливали. Подушка безопасности была, да? И я пошла. Да. Вот. И, ну, я пришла, посмотрела. Интересно. Я в 14-м году пришла зам заместителем председателя. И, вы знаете, начало с того, что я ходила по подвалам, ходила по крышам, потому что верхняя же розыгры. Прямо пальцем тыкала. Это что такое? Это что такое? Ходила с мастерами вечерами, ходила по должникам, по квартирам. Ходила везде. Мне было интересно. Деньги побивала? Да. Отдавали? Ну, бывало так, что... Можно вот, как бы, грустно сказать, что констатирует тот факт, что коммунальная услуга, коммунальная сфера, она, мало того, что низкооплачиваемая, и во многом некоторые, даже очень много долгов, скажем так. Некоторые не считают нужным оплачивать. Посмотрите, говорят, допустим, да за что вам платить КСК? Что вы делаете? Ну, мы говорим, у вас же тепло дома, вода есть, канализация работает. А при чем тут вы, тепло дает, тепловые сети, водоканал, воду дает, а вы-то тут при чем? Но ведь у них же зона их ответственности заканчивается на первом фланце у тепловиков, фундамент там заканчивается у водоканала, а у канализации вообще колодцы. Все, что внутри творится, все внутридомовые сети, вот инженерные, этим всем занимается КСК. Да, которая с 1 июля, да, по-моему, скажем, до свидания, так же, да, по-моему. И там уже ПТ, не хочу я про, в общем, выбрали бы профессию, рискнули, да, на самом деле, или я по-другому не могу сказать, рискнули, невысокооплачиваем, ходить по квартирам, говорят, что у вас задолженность за 3 месяца, а у вас, кстати, у самой долги были когда-нибудь за КСК? Ну, как же я могу, да, сама себе накопить долги? Люди не отдают. Суды? Через суды взыскивали? Ну, раньше, да, были суды, было намного проще, через судебный приказ все организовывали. Потом, с некоторых пор, стало вот уже несколько лет, как через нотариальную надпись, сказали, что, как, облегчили, а по факту получилось наоборот, потому что, ну... Долги растут, взыскать их очень сложно. Очень сложно, очень сложно. Расскажите, пожалуйста, от своей КСК раскройте тайну, сколько вы зарабатываете? Сколько вам приносит ваша КСК денег? Ну, заработная плата, средняя заработная плата, скажем так. Средняя в Казахстане, по-моему, там 700 с чем-то. Нет, 700, если бы было вообще, ну, это мечта. Поверьте мне, последние статистические данные, средняя заработная плата в Казахстане выросла. Нет, я не буду озвучивать, но я вам скажу так, что не такая большая, как хотелось бы. Не такая большая, как хотелось бы. У вас квартира, дочь, внук тоже где-то помочь нужно, да? Ну, даже к внуку прийти, подарочек принести. А еще же мы машину водим, да? Да, машину. Я уже 18 лет, как за рулем. Это тоже необходимость из-за ритма жизни? Необходимость, да. Тяга была или училась? Можно сказать, сколько аварий в совершении. Да, были аварии, знаете. По вашей вине, да? Да, ну, не то чтобы. Ну да, просто он нечаянно ехал рядом со мной, да? В 2004 году, когда я получила права, когда купила машину первую. Вы сказали, когда купила права, я думаю, права, что ли, купила? Нет, купила машину первую, нет, права я не покупала. Вот, естественно, сразу застраховала свою машину по каскам, как имущество. Думаю, что если вдруг, да? Да, у меня снаха, это страховщик, и она мне посоветовала, ты сразу каску сделала. Ну, я сделала. Сама на тот момент не понимая, что такое каска, ну ладно. И вот, тогда же я открыла филиал своей фирмы, там в Астане у меня был филиал, и туда-сюда моталась, и между делом так с трассой слетела. Между делом пару раз так, да? Нет, один раз я там, но это... Жутко было? Я слетела очень серьезно, ну, как бы, что у меня даже патруль нашел только с третьего раза, что у меня там... Да, вы что? Но... Одна была? Да, я была одна, но меня... Я верю очень сильно, верю во Всевышнего, и я считаю, что он меня сохранил. Я слишком быстро ехала, потому что у дочери было день рождения, и я ехала, подарок ей везла. И слетела с трассы, но слетела, не перевернулась. Представьте, я как пузнечик прыгала, и... И горечники когда-то приехали, сказали, да не может быть, вы должны были перевернуться. Я говорю, да не перевернулась я. Вот, и даже ни одной царапины, ничего не было. А сами вызвали? Да, я вызвала эвакуатор с Паладара, вызвала, а это было под Ерминтал. Потом, конечно, сутки там, ну, почти сутки мы там. Я уже в ночь-то попала, пока там... Ну, в общем, дочери день рождения бы не доехали, да? Доехала потом. Доехала потом, а машина? Машина долго сейчас стояла, там ремонтировалась. Ну, на ней же ездите? Нет, у меня уже это пятая или шестая машина. Смотрите, как перчатки, да, меняют? А какие вам больше нравятся модели? Ну, в смысле, побольше, поменьше или здесь? Побольше, я не люблю маленькие машины. Побольше? Да. Я не люблю маленькие машины. Ну, вообще, сама... Ну, у меня нет джип, конечно. Дисциплинированный водитель? Да, дисциплинированный. Надо уважать же друг друга. Ты уважаешь другого водителя, он тебя уважает. А вот вы говорите о том, что очень сильно, и слава Богу, верите во Всевышнего. Ну, вот о чем просите? Я всегда прошу, чтобы он защитил и помог мне, моей дочери, моим близким. А моим близким о ком вы сейчас говорите? Мама. Моя мама. Папа у меня умер еще 20 лет назад. Вот. А мама у меня есть еще. Ну, и слава Богу, да и здоровья. Как зовут мамы? Мастура. Мастура. Привет вам. Вы 100% сейчас пользуетесь на телевизор, смотрите. Огромный привет. Дай Бог вам здоровья. Вот спросите, а есть ли для вас понятие «мечтать»? Мечтать? Да. Мечтаете? Да. Фантазерша хорошая. О чем? Реальные мечты? Вы знаете, мечтам, говорят же, мечтам суждено осуществиться. Это реально. Им суждено осуществиться. Я сколько вот мечтала, в основном мечты забывались. Сегодня о чем? Сегодня? Как-то у меня, даже не знаю, вообще сказать, там, ну, есть, конечно, мечты, но я не буду осуществить. Сокровенные? Да. Свои личные. А вот в личном плане, скажите мне, ну, красавица, с карьеру сделала, ассоциация под боком, депутат. Это тоже, это очень почетно. Не каждый рискнет по-другому. Не скажешь, наша гость уже говорит, это еще и неоплачиваемо, тут надо что-то в душе иметь. Ну, состоялось во всех отношениях, бабушка, красавица, раскрасавица. Вы поняли, куда я веду? Нужен он вам, этот вот мужчина? Нет, я была не таким самостоятельным человеком, я думала, что не. Ну, может быть, еще и не встретила такого, вот так скажем. А скажите мне, вообще, влюбляться для вас, это нормальное явление, или я вот такая вот, нет? Нет, я в своей жизни, может быть, один раз только влюблялась. Ну, и сегодня скажите мне, пожалуйста, есть закон о жилищных отношениях. Я прекрасно знаю, насколько вы его ужасно восприняли, хотя деваться на самом деле некуда, он сейчас в действии. Планируете ли вы каким-то образом здесь, в городе Павлодаре, все-таки добиться, чтобы ваше детище, а вы все-таки 16 лет, да, по-моему, в системе КСК, да? Нет, 9 лет. 9 лет в системе КСК, чтобы все-таки какие-то изменения там произошли? Конечно, для этого и пошла сюда. Потому что на сегодняшний день вот этот закон, да, он, можно сказать так, тоталитарный, что выбор без выбора, у них выбора нет абсолютно никакого. Оси и все. Вот оси и все. Альтернативы нет. А это не от того, вы говорите, что вот КСК развалится и все? Ну, почему развалится? КСК все реорганизуются, кто управляющий компанией, кто... То есть вы сейчас не о себе, да? Вы в целом о системе? Конечно, в целом, даже вот когда она только начиналась, закон этот только, ну, рождался, скажем так. Юридическое лицо, вы сами понимаете, регистрация юридического лица, и вообще оно тянет за собой определенную ответственность, вплоть до уголовной. И не каждый собственник возьмет на себя эту ответственность, правильно же? Если, допустим, до этого была альтернатива простое товарищество, на сегодняшний день внесли поправки, что простое товарищество до 30 квартир, понимаете? То есть у нас основной фонд в городе – это больше 30 квартир, и получается, что у них... Ну, альтернативы практически нет, да? Вообще нет. А вот вы за КСК? Конечно. Ну, согласитесь, когда в конце 90-х годов, когда весь фонд жилой передавали в КСК, в каком он состоянии был, когда парили все подвалы сюда... И в каком сегодня, вы хотите сказать? В каком сегодня, то есть... И это благодаря мне. Нет, нет, это благодаря... Ну, в том числе же. Это благодаря КСК, который сохранили и улучшили фонд наш, понимаете? Поэтому... А сейчас так вот раз и рубанулись. Ну, то есть верните, да, вы сейчас об этом... Верните, альтернативу. Я думаю, что вот, в принципе, УСИ – это прекрасно, что люди будут сами управлять своим домом. Это прекрасно. Но в КСК в любом случае проблем много, жители всегда вами недовольны. А вот скажите, бывает ли, все-таки 20 лет в эфире мы сегодня же с вами не просто так гостю позвали, которые тут к нам как эксперт приходят обычно в совсем другие программы. Бывают, пугают нами, к примеру, да, или прям недовольны? Вами всегда пугают. Что-то не так, мы позвоним Ирбис. Что-то не так сразу. Да, мы в Ирбис позвоним. Всегда. Всегда. Ирбис – это страшилка. Ну, вы же и не отказываете в комментариях. Нет. Почему? Потому что понимаете, что правы, или все-таки нас бояться не нужно, как есть, нужно так объяснять, почему та или другая ситуация возникла. Вот ваша открытость перед прессой с чем связана? Когда вот вы решили, что это все-таки должно быть для себя? Ну, мы же работаем, понимаете? Я, когда пришла сюда работать, да, меня больше всего поразило то, что вот огромное количество КСК, у нас на тот момент 132 форм управления было в городе, да, и у всех одинаковые вопросы, у всех одинаковые проблемы, но они все разрозненные. То есть нету определенного косяка. Понимаете, все разрозненные, каждый сам по себе, каждый сам за себя. И никто ничего, и все время почему-то КСК виноват. Почему виноват? Потому что они слабые. Понимаете, им же проще же на КСК как бы наехать, чем на монополиста. Вот, поэтому для того, чтобы люди понимали, нужно идти открыто, объяснять все. Вот поэтому я и хожу, да? Конечно. И вы хожу. Да. А скажите мне, пожалуйста, в конце программы, для вас ваш внешний облик, внешний вид, одежда и все остальное, насколько оно принципиально с вашим вот этим бешеным ритмом, с вашими, теперь еще и депутатскими задачами со всеми, насколько или соскочила, главное, вон там заявка, там нужно встретиться и все остальное. Или всегда вот такая красавица, как к нам сегодня пришла. Как в русском, я говорю, не парюсь. Одела и пошла. И еще очки, да, уже, мне кажется, оправка, да? Да, да. Я даже макияж очень редко наношу, поэтому... В бегах, потому что всегда в бегах, в хорошем смысле, слово. Бегаешь, ну еще езжу, да? Да. Да, да, говорит Герения нашей программы. Замечательная просто, ну, Руславлия Байбулатова. Это действительно откровение, которое мы услышали. Ну, конечно, одну тему вы не захотели доводить до конца. Это ваше законное право. И действительно, ну, спасибо о том, что вы нам сегодня раскрыли и поделились, на самом деле, что в вашем внутреннем мире. Дай бог вам мечтаний, потому что вы же сами говорите, что мечты сбываются. Ну и в конце программы, Максим, пожалуйста, спасибо. Вам вот такой вот весенний букет. Я очень сильно надеюсь, что он настроение вам подарит. Это оно у вас сегодня, по-моему, было чезарное, весеннее, отличное. Здоровья, успехов вам во всех ваших делах. Спасибо вам большое, Тимофей. До свидания. До свидания. И на сегодня это все. Мне помогала просто замечательная команда. Это люди, которые помогали сегодня мне для того, чтобы вы нас увидели. Режиссер программы Павел Баренев, звукорежиссер Даурьян Сулейменов, видеооператоры, люди, которые давали вам картинку. Вы сегодня все прекрасно видели. Это Максим Носков, это Вадим Зимевич, это Дамир Ешанов, стилист программы Наталья Фофт. И я, Тимофей Голев, желаю вам всего самого наилучшего. До свидания. Дамир Ешанов.